Слава Богу! На утренней молитве я делаю включение каждое утро, теперь делаю в 6 утра здесь, в Киеве, в нашей Киевской архиепископии. Слава Богу! В 6 утра по киевскому времени, добро пожаловать, подключайтесь каждое утро. И совершают причастие также хлебопреломления Евхаристию, рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа. Да? Братья и сестры, в этом наша жизнь, в этом наше исцеление, в этом наше благословение, в этом наша вечность вообще, вечная жизнь. Через кровь Иисуса Христа, только через кровь Машиаха, через кровь Христа, открылись врата вечности, врата рая для всех и вся. Бог во Христе примирил с Собою мир. Бог, Бог, всемогущий Бог во Христе, именно в Иисусе Христе, в Ишуа Машиахе, Он примирил с Собою весь мир, весь этот мир. Всю нашу истрадавшуюся планету. И с Его стороны мир, с Его стороны мир. Он примирился с нами. Он примирился с нами, взял вину на себя. Хотя, хотя не Он виновен, а мы виновны, наши пращуры виновны, да, и человеческий род виновен, но Он, как главный, старший, как, знаете, как вот, допустим, если, к примеру, есть какая-то вражда, там, и, допустим, да, да, значит, ссора, допустим, к примеру, по-человечески, чтобы было понятно, то первым просит прощения, как правило, не тот, кто, ну, по-разному бывает, но, как правило, не тот, кто больше виноват, если бы. А, как правило, просит прощения первым тот, кто больше любит, кто больше понимает, кто взрослее, умнее, как бы, и, значит, и действительно любит больше. И Бог всемогущий взял вину на себя. Взял все на себя. Он виноват. По-моему, поздно расспросили как-то, что вы, ну, он атеист, по-моему, да, ну, такой как бы, атеист такой своеобразный, вот, значит, и, хотя очень честный атеист, там, там, и у него есть высказание очень интересное, значит, по этому поводу, по поводу веры, по поводу атеизма его, значит, да, читал я. Вот, его спросили, там, значит, что вы скажете, если вы все-таки окажетесь перед Богом, все-таки, все-таки, если вы не верите Богу, но если вы откажетесь перед Богом, что вы, что вот вы скажете, и он сказал примерно такую мысль, как тебе не стыдно, вот, вот, как-то так он сказал, ой-ой-ой, но, знаете ли, многие боги, ой, многие люди, извиняюсь, бога винят, ну, да, у нас, он называет богами тоже, кому обращено слово Божье. И многие люди, действительно, даже верующие порой, они верующие уж и подавно, винят Бога во всех и вся. Вот здесь вот, сейчас я на Киото, здесь, с одной стороны, у меня Черниковская метростанция, здесь рядом Лесова, лесная станция метро, бывшая Пионерская, Комсомольская, но, слава Богу, декоммунизация, слава Богу, все эти вот ужасы коммунистического прошлого уходят в историю, еще не так быстро, как хотелось бы, но, слава Богу, в название хотя бы уже уходит, и то радует это все, слава Богу, что вот это проклятие сходит с нашей земли. Вот, значит, и теперь это Черниковская называется и Лесная станция метро, ну, как бы так, потому что есть выезд на Черников, собственно, поэтому понятно Черниковская. Вот, значит, и, так вот, возле метро Лесная, Лесова, вот как идти, там сейчас что-то ремонтируют, там снесли что-то, сейчас делают, что-то строят, я так понимаю. И на заборе, там, которым огражена территория, вот, кто-то написал, я не помню дослов, но там длинный текст такой, ну, как бы, он обвиняет, человек обвиняет Бога, и, как бы, значит, там, и Бог хватит, как бы, значит, ну, что-то такое, чтобы война прекратилась, война в Украине, чтобы прекратилась, чтобы мир был на земле, вот, он обвиняет, опять-таки, в войне-то и винит Бога. Ну, вот, глупость наша человеческая, вот, действительно, вот она, вот, аж пре, знаете, вот, порой, вот, пытаемся обвинить Бога, как вот, мать Тереза, вот, недавно была память ее, в календаре нашей церкви тоже есть ее память, родилась как раз мала Тереза, вот, кальгутская Тереза. Да, очень интересная женщина, конечно, очень интересно, посвященная Богу, вот, и служению людям, гуманная, добрая, вот, отзывчивая женщина, которая тысячи людей, вот, знаете ли, спасала, вот, и Тереза кальгутская выступала, где она выступала? По-моему, в ООН, по-моему, даже на такой высокой, высочайшей трибуне, по-моему, она это сказала, вот, или же при награждении ее какой-то премии, ну, не то важно, просто в ленте новостей, там у друзей моих была опубликована, это как раз такая цитата, и как-то так запомнилась эта цитата сама, а вот место, где она сказала, я что-то не очень запомнил, запамятовал уже, вот, и сама цитата такая, Я считаю, что Бога обвинять в нищете, в голоде, в нищете, вот, значит, на земле существующей нельзя, потому что в этой нищете, в этом голоде виноваты ты и я, каждый из нас, вот, потому что не умеем делиться, говорит, вот, и действительно так и есть, на земле выращивается продуктов больше, чем планета это может потребить, в разы, в разы, Но все портится, уничтожается из-за жадности, похоти, очей, гордости житейской, допустим, вот, в России, да, значит, Российской Федерации, огромное количество, миллионы, миллионы людей из-за черта бедности живут, старики не доедают, голодают уже даже старики, вот, значит, особенно в, ну, в таких провинциях, в столицах нет, конечно, Москва, там, Подмосковье, значит, там, Петербург, там, большие города какие-то, а вот я в деревнях бываю, в селах бываю, российской глубинке, это просто ужасно, Просто, просто ужасно, вот, какая пенсия минимальная, там, получается, допустим, значит, и то, как правило, там, непутевые, там, отбирают родственники, значит, там, пропивается все, вот, старики голодают, корка хлеба, вот тебе, значит, там, что-то на помойке найдет, там, вот, значит, что свиньям дают даже, вот, то, себя забирают и едят, вот, ну, ужас, конечно, вот, и при всем при этом, тысячи и тысячи тонн продуктов, Качественных, хороших продуктов уничтожаются ежегодно в Российской Федерации, это, вот, хотя бы пример, вот, значит, и никому в голову не приходит, что, ну, дайте хотя бы, вот, ну, старикам, голодающим, дайте пенсионерам, вот, значит, эти продукты, Чтобы они действительно, ну, хотя бы на старости лет, последние годы своей жизни, последние месяцы, может быть, даже своей жизни, ну, чтобы поели досу-то, вот, значит, и, понимаете, значит, это, это, поэтому обвинить, допустим, а можно обвинять Бога, конечно, можно обвинять Бога, значит, там, но на самом деле здесь не Бог виноват, Бог благоставляет нашу планету, Бог благоставляет нашу землю, грех жаловаться, планета рожает, земля рожает, много и хлеба, много и овощей, много всего, вот, что хватило бы всем, но, вот, действительно, вот, это грех людской, Но я к тому это рассказываю, что, действительно, Бог, он создатель, и он взял ответственность, знаете, как капитан, допустим, да, командир, хотя, может, он не виноват, но его подчиненные виноваты были, да, вот, ну, допустим, если в армии, там, где-то там, или там, в какой-то организации, но ответственный командир или ответственный капитан, он берет ответственность на себя, он понимает, что, как старший, он, он виноват, и Бог взял на себя вину. Посчитав, что он виноват, не человек, а он виноват, и он пролил свою кровушку, отдал свою жизнь за нас, это величайшее доказательство его любви, его ответственности, его веры в нас, его надежды на нас, его, действительно, любви к нам огромнейшей, нечеловеческой, человеческому уму непостижимой любви, и величайшим проявлением этой любви является, как раз, вот, видимым знаком для нас, это хлебопреломление, причастие, евхаристия, налейте себе сок, друзья, у меня есть, да, он немного уже постоял, вот, значит, сок виноградный, использую, я покупаю вот здесь вот, сандору, вот, иногда там садочек, там разные соки, самое главное, самое главное, не качество сока, видна там, значит, а качество нашей веры, если нету сока никакого, там, компот налейте, один брат, там, писал тоже мне, что, значит, компот использовал для этой части, вот, я тоже порой использовал, вот, узвар, как в России, здесь, в Украине говорят, узвар, вот, значит, тоже, вот, у меня яблоки здесь сушатся, значит, тоже, значит, порой раз, узвариваю, значит, вот тебе узвар, вот, значит, и, знаете, или просто воды даже, просто воды налейте себе, возьмите себе хлебушка, вот, нет, какого там хлеба, там, значит, ну, черный хлеб, если там, сухарики даже возьмите, какие-нибудь там, не знаю, там, ржаные, возьмите, самое главное, мы однажды с детьми, я говорю, что однажды молоком и пряниками совершали причастие евхариским божественным, и это было действительно евхаристие, действительно было хлебопреломление, по-настоящему, причастие совершается не просто ртом нашим, да, то, что входит в нас, оно не оскверняет нас, и оно не освещает нас, оно не может ни плохо, ни хорошо нам сделать, но то, что исходит из нас, и вот, что исходит, это наше рассуждение, размышление о крови и теле Иисуса Христа, сегодня даст совершиться это таинство, сегодня даст совершиться величайшее это таинство, слава Богу, тело и крови Иисуса, поэтому приготовьте себе хлеба, и когда подключаетесь утром к моим трансляциям, приготовьте уже себе, потому что я каждое утро совершаю это причастие евхаристию. И сейчас вот еще пару слов скажу о молитве сегодняшней тоже за Израиль, молитве сегодняшней за Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Дело в том, что вообще весь этот год у нас, 2018 год, он является годом, в календаре даже в нашем прописано это, является годом 70-летия Израиля, 70-летие возрождения еврейского государства, то величайшее геополитическое чудо, что произошло в 1948 году, да, 70 лет тому назад, может даже чуть больше, потому что, да, это было в мае, по нашему исчислению это было в мае, ну, в библейском исчислении, да, вот, если брать еврейский календарь, то это был месяц Ия, называется, месяц Ия. Вот, кстати, интересно совпадение такое, его величество случай, ну, как говорил еще Чарльз Перджин, или кто-то еще из великих проповедников прошлого, что его величество случай это псевдоним, его величество Господа Бога, когда Бог напрямую не работает под своим именем, то он работает под псевдонимом, его величество случай. И вот так вот совпало красиво, что и в 1948 году образование государства Израиля, и в 1967 году, как назвать это правильно, возвращение Иерусалима, будем так говорить, да, Иерусалим снова стал еврейским городом, контроль над городом, взяли евреи в 1967 году, и с 1967 года, можно сказать, уже однозначно, ну, де-факто, де-юре, это позже, а де-факто Иерусалим становится еврейской столицей. И то и другое событие, важнейшее, просто огромнейшее по своему значению геополитические чудеса Всевышнего Бога, они были совершены, эти чудеса, в месяц Ияр, только одно в начале месяца Ияр, другое в конце месяца Ияр. Так интересно, этот месяц, его, ну, мы знаем, как месяц без праздников, да, потому что, ну, допустим, Ниссан, месяц, все знают, да, если слово Ниссан для автолюбителей, это хорошие японские машины, то для нас, верующих, Слово Божьему, Ниссан, это месяц нашей Пасхи, нашего исхода, месяц Христа, месяц удивительный. В полнолуние месяца Ниссан Бог вывел нас из Египта, и именно в этот же месяц Ниссан, ну, выход, исход из Египта произошел там 3330 лет назад, вот, а 2000 лет назад Бог совершил, именно же тоже в полнолуние Ниссана, наше спасение. Машех и Иешуа взошел на Голговский крест, Иисус Христос пролил свою кровь за нас, и совершилось наше искупление, он воскликнул, совершилось, как раз канун Пасхи. Аллилуйя, слава тебе, Господь, благодарю тебя, Боже Всебогущий. Вот, и это первый месяц исчисления, если от Пасхи считать, да, значит, то третий месяц, там, да, значит, мы знаем, как месяц уже, ну, дарование Торы, месяц Шевуот, в новозаветном нашем понимании это еще месяц схождения Духа Святого, огня Божьего Духа на первых учеников, на первую церковь, и, в общем-то, рождение церкви, и обличение силой свыше церкви. Аллилуйя. То второй месяц, он был всегда месяцем у нас без праздников, вот до середины 20-го столетия. И, слава Богу, в середине 20-го века этот месяц наполнился чудесными празднествами образования государства Израиля в 48-м году, и в 67-м году Иерусалим становился еврейской столицей. Де-факто. Де-юре, я напоминаю, это было чуть позже. Хотя мировые страны, державы не признавали, вот до конца прошлого года не признавали этот факт. И де-юре, и де-факто не признавали. Вот. Но, слава Богу, в конце прошлого, 2017-го года, лидер свободного мира, президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, дай Бог ему здоровья за то, и долголетия, и благословения всяческого его дому, благословения, он признал, действительно, как президент США, и как лидер свободного мира, признал Иерусалим столицей еврейского возрожденного государства Израиля, столицей. Слава Богу. Это историческое событие. Мы живем в ту эпоху, когда исполняются библейские порочества, когда действительно грядет наше избавление. Слава Богу. И сегодня, братья, усилим наши молитвы за Израиля. Усилим наши молитвы за Иерусалим. Слава Богу. И хотя я сейчас нахожусь в Киеве, здесь, в Украине, но сердце мое бьется там в Израиле. Сердце мое бьется там в Иерусалиме. Сердце мое там, возле стены плача. Оно в стене этой, духовной стене этой такой плача. О стене молитвы. Молитвенная стена, я так ее называю. И я плачу там тоже. Я приезжал туда, я плакал там, но плакал от счастья, от радости, от просто любви к Богу. От этого действительно просто восторга, восторга. И сердце мое бьется с тех пор там. С самого, это каком было году? Давно уже. 2005-2006, наверное, год. Я что-то запамятовал, слушайте. Ну да, начало 2000-х еще. Вот, и была первая, и пока, увы, последняя поездка в Израиль. Молюсь об устройстве и финансовом, и хочу быть на святой земле в следующем году. Во Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. В следующем году. Во Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. Так мы вот пели на праздники, на Пасху. И, конечно, Баруха Ба Иерушалаим. Ммм, слава Богу. Алидуя. И сегодня, вот, совершая это Евхаристию, причастие, вспоминаем и то событие, вот, как мы говорим, тайной вечери, да, вот, и когда Иисус там, в Иерусалиме, совершил последнюю пасхальную вечерю Ветхого Завета. И первую пасхальную вечерю уже Нового Завета. Это удивительное событие. Оно отражено в Евангелиях. Где-то полно, где-то короче, где-то полнее. И апостол Павел, хотя не был там на той вечере, он не был в числе тех двенадцати первых учеников. Но Духом Святым он получал эти откровения. Как и сегодня, каждый верующий, если он по-настоящему, не по-нарошку, а по-правдушному верующий, Духом Святым также получает, или может получать, по крайней мере, это откровение. Чтобы не просто это было прочитанное в Библии, не просто услышанное в проповедях, не просто графы, или даже не просто логос, а чтобы это было ремой Божьим. Это очень важно. Откровением Божьим. И Павел воскликнул, ибо я от самого Господа принял, от самого Господа Иисуса Христа, он принял эту благодать. Это понимание, что он взял хлеб в свои причистые руки, Иисус, преломил, дал ученикам своим и сказал, ешьте, это мое тело. Потом взял последнюю чашу, бокал этот, который никто не поднимал до него. Он наливался всегда, пятый бокал наливался, но до Иисуса никто не осмеливался поднимать этот бокал, потому что он считался бокалом Ашиаха, бокалом Христа. Или, как сейчас говорят уже со времен начала талмудического иудаизма, говорят бокал Илияху, Илии пророка. Но опять-таки, даже в современном звучании традиционного иудаизма, отступнического пусть, но все равно подразумевается, что Илия пророк, он не свое царство объявит открытым, а царство Ашиаха, опять-таки, царство Христа. И этот бокал после вечера, когда все было уже съедено, выпито, там было, ну, как минимум, сколько там, получается, 15, хотя обычно рисуют 13, да, значит, Иисуса и 11 апостолов. Но наверняка там был тот мужчина странный, который нес воду, значит, к тому дому, конспиративной квартире, и хозяин дома наверняка, который заранее все приготовил, тоже присутствовал. Ну и еще кто-то там, то есть это большая компания, по всей видимости, была не так, как рисуют на картинах, иконах. Вот, вот, и, ну, даже если брать там 13 человек, 13 голодых евреев уговорили этого барашка за ужином, вот, значит, все съели, выпили, все тосты поднимали уже, значит, по книге исход, да, 6 глава, 6, 7, 8 стихи, все уже было поднято, горькие травы, значит, все было съедено, пресный хлеб, оставался последний кусочек этого хлеба пресного, матцветы, да, значит, и последний бокал стоял на столе, все. Все, в принципе, банкет закончен, все, пора уходить, потому что совершено все уже, да, действительно, хотя не совершили раньше, чем это все остальные иудеи совершали, но по традиции тогдашних некоторых сект иудаизма это было нормально, в частности, и Иисеи совершали чуть пораньше все это. Ну, и это было, скорее всего, то место в Иерусалиме, где совершалась эта Пасха, Иисусом с учениками ела он Пасху эту, вот, это по всей вероятности, ну, 100% можно сегодня уже говорить, согласно исследованиям библейским, то, значит, и историческим, что это была конспиративная, так и квартира этой секты, да, иудейской, иесейской, иесеи. Хотя они обычно проживали вне городов, как считается, но в том числе проживали и в города, в том числе даже в столице, в Иерусалиме. Но они совершали чуть раньше всем, чем все остальные направления иудаизма, вот, считая отступническим, вот, традиционно тогдашний уже, как бы, государственный иудаизм, фарисеев, садукеев, книжников, вот, кстати, Иисус он обличал и тех, и других, и третьих, но и иесеев он не обличал. Но, наоборот, даже во многих его учениях есть отголоски учения иесейского как раз. Вот, интересно очень исследование, ну, после Второй мировой войны, как раз, после образования Израиля, и еще одно чудо было касательно библейского изучения Библии, это кумранские свитки знаменитые, которые пролили свет на очень многие аспекты прошлого. И, в том числе, новый взгляд получили христиане на, даже на Священное Писание, на христианство, на самих себя. Очень интересно. Ну, это в семинарах по истории христианства я по-другому рассказываю об этом всем. Вот, и с 3 сентября, кстати, начинаю курс лекций по экклезиологии, здесь, в Киевской семинарии. Да, и самое главное, дамы и господа, братья и сестры, сейчас хлебопреломление. Это действительно чудо всех чудес, это доказательство божественной любви, Божьей любви, что Бог любит нас, и что Он умер за нас, что Он отдал свою кровушку, свою жизнь отдал за нас, что Он действительно есть любовь, тело и кровь Иисуса Христа. Мы принимаем, когда, как верующие люди, то мы действительно смерть Господню возвещаем, возвещаем всему миру. Сегодня я через интернет, вот, в прямом эфире, возвещаю смерть Господню, всему этому миру. Я знаю, что Господь умер за нас, и Он воскрес из мертвых, и Иисус Христос для нашего оправдания, и Он вновь грядет, чтобы судить живых и мертвых, и царства Его нет конца. Слава Богу! Возьмите, братья и сестры, дамы и господа, возьмите хлеб, возьмите сок, или просто даже хлеб и воду возьмите, но самое главное, с верой в Господа Иисуса Христа совершите это причастие, хлебопреломление. И помолимся сейчас такой молитвой. Если вы, мало ли, люди разные очень подключаются, судя по, даже по комментариям, по вопросам, приходящим, очень разные люди. Я понимаю, не все далеко люди религиозно грамотные, и не все далеко даже и верующие, но на пути к вере многие. Вот, и если вы никогда еще не обращались к Богу с молитвой покаяния, то сделайте это прямо сейчас. Давайте все вместе помолимся вообще. Давайте все вместе обратимся к Богу и скажем такие слова сейчас. Прямо от всего сердца. Скажите это Богу. Скажите, Бог святой. Бог святой, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за все, за жизнь, за эту землю. Благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты доказал, отдав свою жизнь за нас, свою кровушку за нас пролив. Иисуса Христа, Агнца Божьего, кровь пролитая, омывает от всякого греха. И скажите так Богу, или примерно так, ну вот скажите, Иисус Христос, Ты мой Господь, спаситель, целитель, освободитель. Иисус Христос, ни в ком другом нет спасения для меня. Только Ты, 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 только Ты. Войди в мое сердце, живи во мне. Глубже погружайся в меня, а я в Тебя. Я принадлежу возлюбленному моему. Возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо Тебе, Господь. Дух Святой, поселяйся во мне больше и больше. Обитель во мне сотвори Божью, храм Божий. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. И также возьмите хлеба, возьмите сок виноградного, или просто хлеба и воды даже. Но с верой в Иисуса Христа, в Господа, сейчас присоединяйтесь к этой молитве и примите это причастие. Подлинное тело и подлинная кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю, за все я благодарю, благодарю, благодарю. Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, люблю Тебя. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, благоставляю Тебя, мой Бог и Царь, слава Тебе. Благословен Бог наш всегда, во веки веков. И соверши, Господь, хлеб сей, телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим Святым, соверши это Таинство сейчас. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Тело Христово приимите, дамы и господа, братья и сестры. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Истина. Аллилуйя. 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 Аллилуйя Спасибо, Господь, спасибо Любимый мой, спасибо Драгоценный, сладчайший Господь, спасибо Спасибо Спасибо, Господь Кровью Иисуса Христа Телом Твоим ломимым На Голгофском кресте Я спасен Исцелен, благоставлен Освящен Спасибо, Господь Спасибо За жизнь Спасибо, Господь Спасибо Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Боже Благодарю Тебя, Господь За причащение святых Твоих тайн Тело и крови Твоих Благодарю Тебя, Господь За жизнь вечную, бесконечную Счастливую, присчастливую За Твоё исцеление Освобождение Благоставение Через кровь Иисуса Христа Агнца Божьего Аминь, аминь, аминь Всех причастников, причастниц Поздравляю С причащением святых Христовых тайн Тело и крови Иисуса Христа, Господа нашего И ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Богу Благоставляю вас Возлюбленные братья и сестры Дети Божьи Дочечки и сыночки Нашего любимого Папочки Небесного И Его, имя Его Бог Авраама, Исаака, Иакова Дат благословить сегодня Всех нас своим отцовским Любящим благословением Пою благословения священников Благословения Аронова, Каенов На всех вас, возлюбленные Яберехе-CHA, Донай Ве-Ишмере-CHA Яхер-CHA Ябер-CHA Ябер-CHA Субтитры создавал DimaTorzok Благослови народ свой миром, благослови детей своих, посети виноградарь великий и благослови виноградник сей. Во имя Иисуса мы есть Твой виноградник, а Ты наш виноградарь добрый. Слава Тебе! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призовит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю вас, дорогие во Христе, возлюбленные братья и сестры именем Господнем. Сегодня буду делать включение, буду делать записи и в 6 часов вечера, пожалуйста, подключайтесь, возлюбленные, на молитву. Сейчас сделаю небольшой перерыв и тут же делаю включение молитвы освобождения от религиозного оккультизма. Потому что сегодня, увы, к сожалению, миллионы-миллионы христиан, обманутых многовековой религиозно-нужной пропагандой, находятся в сетях обольстительных греха. Но Бог да помилует всех. Аминь. Аминь. Молюсь сегодня. Разрушая этот оккульт религиозный во имя Иисуса Христа. Так называемый оккульт Богородицы, успение Богородицы и прочее, прочее. Вот то, что дьявол насадил в христианстве во имя Иисуса. Пусть возряд на того, кого пронзили грехами своими народы все. И пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.